Совсем недавно здесь было футбольное поле, созданное руками жителей соседних домов. Однако ворота спилили, а газон, на котором антички гоняли мяч, уничтожили. Теперь на его месте стоят киоски. Дмитрий просто не поверил своим глазам, когда на месте футбольной площадки, на которой он играл с 7 лет, появились торговые павильоны. Наши отцы, люди, кто постарше, играли на этом поле, все это делали. На этом поле выросли чемпионы города, области, чемпион мира по балу футбол двухкратный. То есть на этом поле столько народу выросло. И если сейчас это поле заберут, молодежь сейчас куда пойдет? Пиво пить. До недавнего времени киоски стояли во дворе дома номер 33 по улице Минска. Однако Кировский районный суд вынес решение о сносе незаконно возведенных металлических конструкций. После этого киоски сменили прописку. Представители местной администрации интервью давать отказались, но заверили, что лайки поставили на заброшенном пустыре. А вот Антонина Ивановна уверяет, что убойная площадка была. И она каждый день наблюдала, как мальчишки гоняли мяч под окнами. Признается, душа радовалась. Своих-то внуков у нее нет. Теперь сердце просто кровью обливается. Ну разве можно отбирать эту площадку детей? Я не знаю. У меня нет слов даже. Ну до каких пор будет? Наши руководства наглеть. Куда еще рынок здесь делать? А детей-то куда теперь? Дети где будут играть? Они же тренируются. Они же должны развиваться, наши дети. А у них остальное отняли уже. В настоящее время в Самаре киосков в четыре раза больше нормы. И это уже не первый случай, когда торговый бизнес выживает спорт. Не так давно аналогичная ситуация сложилась вокруг стадиона «Буревестник». Но на его защиту встали власти. А кто поможет вернуть площадку мальчишкам с улицы Минской, неясно. Меж тем в киоске уже проводят свет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...